Итак, мы начинаем с вами вебинар, посвященный расходам и себестоимостью. В принципе, у нас сегодня следующий план. Мы должны понять, как формируется себестоимость в 1СРП. Как я и сказал, сейчас произошли небольшие изменения в настройках статей расходов. Соответственно, об этом мы тоже с вами поговорим. В принципе, основная задача была какая? Сделать обзор на вебинар, который позволил бы вам разбираться в процессе формирования себестоимости готовой продукции. Работа идет в версии 2.5.7.150. Соответственно, все настройки, все возможности будут на эту версию завязаны. Итак, давайте мы с вами начнем вот с чего. У нас есть, уже настройки здесь, у нас есть вот такая вот готовая продукция полка деревянная. И первый вопрос, который мы с вами должны разобрать, это вопрос, связанный с прямыми материальными затратами. Значит, у нас здесь будет только один материал, мебельный лак я уберу. И, значит, сразу хочу оговориться по поводу трудозатрат. Значит, трудозатраты, они тоже входят в состав себестоимости. Но именно вот этот вопрос мы с вами выведем за скобки. У нас по оформлению трудозатрат будет отдельный вебинар. Вот, там в конце напомним, какого числа он будет. Просто там есть очень много моментов, связанных с настройкой системы кадров, там с настройкой штатного расписания. Поэтому сейчас бы я не хотел на это отвлекаться. Значит, поэтому вот это я тоже уберу. Вот, и производственный процесс у нас будет включать только один этап. Этап сборки. Первый, он же последний. В цехе 99. Вот, соответственно, мы с вами посмотрим, как у нас вот эти вот прямые материальные затраты включаются. Записать и закрыть. Производство. Создаем заказ на производство. Создать новый заказ. Заказ мы будем выпускать на Орион. Вот, на всякий случай давайте мы с вами проверим. Я хочу вам сказать, что крайне желательно, чтобы в учетной политике у нас стоял метод оценки стоимости товаров СИФО. Иначе там могут быть проблемы с отчетами по себестоимости. Так, подразделение диспетчер цех 99. Добавляем палку деревянную. Ну, давайте я выпущу 20 штук. Спецификация. Там у меня для второй задачи еще одна есть. Возьмем ту, которую сейчас сделали. Получатель. Основной склад. К производству провести и закрыть. Но пока никаких, я так понимаю, вопросов нет. Все уже у нас идет по накатанной. Давайте на всякий случай посмотрю. Все нормально, все нормально. Так, значит, идем в управление очередью заказов. И я сейчас прокручу основной производственный цикл. Я это буду делать быстро. В принципе, это все на вебинарах делалось не один раз. Формирую этапы на производство. Сформировали. Переходим к диспетчированию. Открываем этап. Статус. Ну, давайте сразу поставлю начат. Что не нравится? Не нравится дата. Давайте дату укажем. Обеспечение. Поставим. Отгрузить. Используется основной склад. Как нас это вполне устроит. Передаем материалов производства. Завершен. Ну, и передаем выпущенную продукцию. Ну, как бы все мы сделали. Единственное, что нам остается для того, чтобы получить себестоимость, мы ее будем смотреть вот в этом отчете. Сейчас. Производство отчета по производству. Анализ себестоимости выпущенной продукции по организации. Организация у нас будет Орион. Продукция тоже. Фильтр сделаем. Паука деревянная. И поставим сегодняшнее число. Сформировать. Пока мы ничего не видим. Но, вообще говоря, чтобы у нас появилась себестоимость, надо закрыть период. Давайте это сделаем. Так. Пока она закрывается, давайте я посмотрю. Так, вопросов пока нет. К сожалению, вот эта вот самая затратная часть в нашем вебинаре по времени. Дело в том, что полностью закрытие периода, оно может занимать определенное время. Но, в принципе, мы сейчас уже можем получить результат. Обратите внимание, что полное закрытие периода для нас не нужно. И пока у нас период закрывается, мы можем с чем-то еще работать. Значит, ну вот, получили результат. Давайте я шапочку сверну. Значит, в принципе, ну, вполне осмысленный результат, на мой взгляд. Вот мы израсходовали 2 куба древесины. Общая стоимость затрат. Вот, себестоимость единицы продукции у нас получилась. Итак, это первый способ, с помощью которого у нас формируется себестоимость. Что еще можно сделать? Что еще можно сделать? На самом деле, вот этот вот способ, с помощью которого мы списали материалы на готовую продукцию, он не единственный. Мы можем пойти по другому пути. Мы можем с вами какой-то материал напрямую при выпуске не учитывать. В конце месяца мы сможем проверить, как именно он расходовался. Мы можем посмотреть, сколько его было на начало, сколько его было на конец. И израсходованную разницу мы распишем на наше производство. Ну, в принципе, что мы здесь можем сделать? У нас есть мебельный лак, и мебельный лак у нас вполне может не нормироваться. То есть, мы там, ну, стоит какой-то там бочка с лаком. Мы оттуда этот лак берем потихонечку, но там особо не смотрим, сколько он расходуется. Просто в конце периода мы фиксируем этот расход и добавляем стоимость лака себестоимости. Подобный подход, он используется в том случае, если у вас есть какие-то материалы, которые подобным образом нормировать в ресурсной спецификации не удобно, не логично. Ну, сейчас, в принципе, мы говорим о лаке, и с лаком-то как раз все нормально. Его можно нормировать и в ресурсной спецификации. Но представьте себе, что для выпуска полки мы должны детали отдельные обработать на каком-то станке. Станок требует обслуживания, требует расхода определенных смазочных материалов. И понятно, что мы в принципе-то можем пронормировать этот расход, завязаться как-то на моточасы работы, например, или решить, что там мы условно считаем, что на каждое изделие у нас там тратится сколько-то миллилитров масла. Напрямую это прописывать в ресурсной спецификации как бы не совсем логично. Просто используют это масло по мере необходимости, а в конце месяца мы проверяем разницу и эту разницу списываем на себестоимость. Ну, я думаю, логика такого подхода вполне понятна. Давайте попробуем его реализовать. Что нам для этого потребуется? Ну, выпуск у нас уже есть. Значит, второе, что нам потребуется, это нам потребуется кладовая. У нас она есть. У нас есть кладовая цеха 99. И давайте мы посмотрим, что у нас в этой кладовой лежит. У нас можно посмотреть по ведомостям. Ну, вы видите, что у нас вот мебельный лак в принципе есть в кладовой цеха 99. Давайте попробуем его израсходовать. И вот для того подхода, который я вам сейчас описывал, в программе существует особое рабочее место, которое называется распределение материалов и работ. Итак, ноябрь, кладовая цеха 99, мебельный лак, входящий остаток у нас 10. наличие наличие ну, мы уже на другом вебинаре это делали, распределяли, сейчас давайте сделаем еще раз. Предположим, у нас наличие 8 по результатам инвентаризации в конце месяца. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас происходит распределение. нажимаем распределить и мы можем распределить это по партиям производства. у нас раньше уже выпускался кухонный стол, ну, вот здесь у нас еще выпустилась полка. Ну, вот на эти два выпуска мы и можем распределить вот этот вот один литр лака. Предположим, у нас распределение будет не 0,5 0,5 а сюда у нас пойдет 0,7 вот, а сюда у нас пойдет 0,3. Сразу хочу сказать, что, конечно, мы можем расписать напрямую, а можем расписать по правилу. Мы можем указать, что, давайте как раз попробуем это сделать, что у нас пойдет распределение вот этого вот одного литра, пардон, там прежнего еще слетело, двух литров. По правилу, по какому, давайте посмотрим, какие у нас правила есть, вы видите, что эти правила мы можем создать сами, и, например, мы можем распределить на количество указанных материалов, и я напишу, что это у нас будет правило по использованной древесине. Мы укажем материал древесина и укажем статью калькуляции. Статья калькуляции это, в общем-то, просто нити классификатор, который используется в процессе формирования отчета. Главным образом там. Давайте материалы тоже будут по результатам инвентаризации. Проще, чтобы мы понимали, откуда у нас это берется в отчете. Материальное записать. Выбираем эту статью калькуляции. Провести и закрыть. Ну и нам придется во-первых посмотреть. Да, мы все распределили. И теперь нам опять придется закрыть месяц. Кстати, обратите внимание, когда вы постоянно перезакрываете месяц, не забывайте нажимать обновить. И я не буду запускать полный вариант. Я сразу нажму. пока закрывается маленькое пояснение, которое я хочу дать. Вот когда мы работаем с этим рабочим местом, обратите внимание, у нас здесь что написано? Распределение материалов и работ. Материалов и работ. Напоминаю вам, что в 1С существует понятие услуга и работа. Услуга сразу же при закупке списывается на определенную статью расходов, а вот с работой несколько сложнее. Работа может поступить в какое-то подразделение, она может там пробыть какое-то время, она может быть продана, вот, и работа вот с помощью этого рабочего места тоже может быть списана точно так же, как материал на по определенному правилу или на определенные партии выпуска. Так, ну что там с регламентными операциями? Ну, в принципе, этого должно хватить. Давайте посмотрим, что-то у нас получилось. Так, что-то по производству сформировать. Так, ну, собственно говоря, так, давайте вот это сверну. Ну, собственно говоря, вот вы видите те материалы, которые мы распределили через рабочее место распределения материалов и работ, как вы видите, они тоже попали сюда. значит, что еще у нас может быть? Значит, ну, давайте теперь уже поговорим о самом главном, о каких-то постатейных расходах. Вот, значит, с материальными расходами там еще есть несколько нюансов, но давайте их двинем на самый конец вебинара и сейчас поговорим о статьях расходов. Значит, и так, постатейные расходы. Понятно, что здесь нам надо идти в справочник статей расходов. Значит, ну, давайте, у нас сейчас, в принципе, такая под тема следующая. Давайте я все-таки посмотрю вопросы, вопросы. Значит, если материалов нет спецификации, то он не учитывается при планировании. Да, совершенно верно. В этом случае учитываться он не будет. Если это материал, услуга электроэнергии, которая потребляется по факту. Ну, электроэнергию, вот сейчас мы с ней и будем разбираться. с электроэнергии. Так, если заложить эти материалы в производственный процесс, тогда он должен попасть в планы. Да, конечно, в этом случае он попадет. Нужно работу не распределять, по приобретению сразу относить на заказ этап производства. Ну, можно, сейчас как раз будем разбираться, как это делается. Давайте поговорим о постатейных расходах. Что такое? Давайте поговорим о постатейных расходах. Что у нас поменялось в новой версии? Немножечко поменялся вот этот классификатор. Раньше немножечко иначе это все формулировалось. Вот. У нас теперь расходы могут возникать при приобретении, при складском хранении, перемещении, обработке, при продаже, но здесь немножечко где-то аналитики поменялись. В общем-то изменения несущественны. На что внимание действительно вот так вот что внимание действительно привлекает, это то, что у нас теперь, вот я как раз нажал полные возможности, у нас теперь есть возможность задать разные варианты распределения не только в управленческом регламентированном учете, но и отдельно в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете. Вот это вот множество принципиальное и это дает нам новые возможности по фиксации каких-то разниц, которые возникают при ведении учета. Значит, ну и смотрите, у нас теперь раньше была по сути дела значит, одна вот тут строчка производственные расходы, а теперь у нас есть два варианта при производстве и в иных процессах включая общепроизводственные если мы выбираем производство ну давайте сейчас бухгал я отключу вот будем смотреть только управленческий учет значит если у нас используется статья при производстве при производстве вариант расходов при производстве у нас доступно распределение тоже разное на себестоимость на финансовый результат ну нас интересует на себестоимость производства прямые вот и вот здесь как раз здесь как раз реализуется тот механизм о котором вы только что спросили то есть он дает нам возможность списать приобретаемую работу на конкретную партию на заказ производства или на конкретную группу продукции то есть вот и здесь какое новшество появилось у нас по сути дела вот эти вот расходы на производство распределяются по той же логике что и транспортно заготовительных давайте попробуем сделать у нас знаете что будет статья услуги дизайнера предположим мы привлекаем там какого-то стороннего дизайнера который чего-то там с этой полочкой делает такое творческое и вот эти вот расходы на то что мы заплатим дизайнеру мы хотим распределить на себестоимость вот этой вот конкретной полки давайте придумаем какую-то статью калькуляции чтобы это я здесь тоже скажу там услуги дизайнера услуги стороннего специалиста вот так вот я напишу тем затрат прочее так есть переменные постоянные для нас это не столь важно это в основном работает когда мы плановые калькуляции делаем так статью мы сделали так группа финансового учета бокс услуги дизайнера что мы делаем теперь мы должны эти услуги приобрести так логика понятна спасибо так значит продолжаем мы должны эти услуги приобрести но здесь на самом деле ничего такого сложного нету у нас есть замечательный документ который называется приобретение услуг и прочих активов значит тут конечно вопрос как нам лучше это приобретать значит я это приобрету как услугу не как работу ну и есть конечно вопрос о том как лучше приобретать можно ли это с помощью приобретения товаров и услуг да можно но тогда придется вводить отдельную номенклатурную позицию в принципе 1с сама говорит что разница между приобретением такая стратегическая идеологическая разница между приобретением товаров и услуг и приобретением услуг и прочих активов состоит в том что приобретение товаров и услуг это то что относится к основной деятельности но это такая достаточно условная граница поставщик неважно для нас организация Orion и Приобретаем услуги дизайнера. Количество неважно. Примерно 300 рублей, предположим. Он у нас будет ИП. Возразделение получателя. Давайте я поставлю наш цех. Статья услуги дизайнера. Аналитика. Кстати, еще раз напоминаю, аналитика здесь не отключается. Во многих вариантах вот этих статей расходов она не обязательна. Здесь она нужна в любом случае. У нас идет по заказу на производство. Давайте, знаете что, сейчас... Не, на партию. Немножко странно, что она вот так вот нам показывает. Ну ладно. Давайте посмотрим. По-моему, у нас вот он. 23 число 2021 года. Вот это вот заказ на производство. Посмотрим. Изготовление полки деревянной. Да, похоже, это она. Значит, провести и закрыть. Приобретаем. И пробуем закрыть период. Так, давайте посмотрим, что получилось. Извольте. Вот вам услуги дизайнера. По статей на расход, который мы тоже расписали на наш продукт. Так, с этим разобрались. Идем дальше. Возвращаемся в статье расходов. И сейчас мы создадим еще одну статью расходов. У нас, если вы помните, есть еще вот этот вот вариант. В иных процессах, включая общепроизводственное и общехозяйственное. И вот здесь у нас тоже есть вариант на себестоимость производства. Распределяемые. Ну, давайте. Значит, у нас будет электроэнергия. Я поставлю сразу статью калькуляции. Энергоресурсы. Вот. Значит, тип аналитики расходов. Ну, здесь это, скорее, дополнительная классификация. И главное, на что нам надо обратить внимание. Вот. Распределяется согласно. И вы видите, что здесь нам опять надо создать какое-то правило. Причем, то правило, которое мы создавали раньше, нам здесь не видно. Почему? Давайте мы посмотрим соответствующий справочник. Правило распределения расходов. И вы видите, что здесь у нас есть несколько разных типов правил. Сейчас нам придется использовать вот эти вот правила. Правило распределения расходов между партиями. Но у нас есть еще вариант распределения, правило распределения на направление деятельности. Это в том случае, если вы распределяете на финн результат. Правило для расходов будущих периодов. Правило распределения материалов и работ. Если вы еще не забыли, это как раз то правило, которое мы с вами создали по использованию древесины. То есть, это то правило, которое используется в рабочем месте распределения материалов и работ. Ну, еще у нас есть показатели. Показатели это то, что используется при настройке правил. Это такой дополнительный справочник. И расходов на себестоимость. Казалось бы, вот эта вот закладочка тоже новая. Ну, на самом деле, ничего нового тут нет. Потому что, по сути дела, все те варианты распределения на себестоимость транспортно-заготовительных расходов, которые раньше были, они есть и сейчас. Количество, вес, объем, себестоимость. Вот. Единственное, что добавилось, отбор можно еще сделать. Ну, это нас сейчас не интересует. Нас интересует вот этот вот вариант. Да. Я его сейчас, этот справочник закрою. Так, по нему вопросов нет. Так, ну, давайте отвечу. Можно ли указывать несколько объектов аналитики? Нет, нельзя. Надо делить тогда поступление расходов. Либо перераспределять на другую статью. Такое тоже бывает. Значит, вопрос в разделе вопросов, честно говоря, не понял. Фиксируем факт, но как учитывать плановые расходы? Нет, плановую калькуляцию мы сейчас с вами не разбираем. Так, значит, давайте пойдем дальше. Значит, мы с вами будем вот такую статью создавать. Энектроэнергия в производство. И, значит, распределяться они будут в соответствии с правилами. Какими? Значит, обращаю ваше внимание, что вот здесь вот, вот здесь вот я сказал, что бывают другие подходы. Здесь как раз может произойти перераспределение. То есть мы можем, в принципе, вот эту вот электроэнергию, которую мы получаем, распределить на какую-то другую статью списания и на другие аналитики. То есть вот таким образом можно. Единственное, что вы на ту же самую статью не распределяете. То есть у вас тогда должна быть статья электроэнергия общая, вы ее распределяете. И там уже, скажем, статьи электроэнергия 1, электроэнергия 2. Вот такое многоступенчатое распределение, оно реализуется через вот это правило. Так, нас будет интересовать вариант на партию. И, кстати, можно и туда, и туда, в определенных долях. И на партию распределение может быть вручное, может быть по правилу. Ну, интересно, конечно, по правилу. И мы должны указать в первую очередь, на какое подразделение у нас пойдет вот это самое распределение. Тут, конечно, важно учитывать, что распределение должно идти на те подразделения, в которых есть выпуск. Потому что иначе у вас часть расходов может зависнуть. Так, значит, ну, мы возьмем текущее. Вот, но если мы берем несколько подразделений, то тогда нам придется указать базу распределения между подразделениями. Это может быть показатель стоимости материалов, сумма оплаты труда. Можно использовать единую базу для того, чтобы распределить и на подразделения, и на партии. Можно использовать разные базы, можно использовать одну. Ну, у нас будет текущее подразделение, поэтому разных баз у нас нет. Быть не может. Между партиями у нас будет распределяться расход по базе. Ну, тут все, в принципе, то же самое. Значит, давайте мы распределим пропорционально количество материалов. Распределение электроэнергии это будет называться. Ваше внимание, что сейчас вообще подразумевается, что мы распределяем на все материалы, использованные в производстве. Но с помощью отбора мы можем ограничить перечень материалов, на которые это распределение будет происходить. Записать и закрыть. Здесь, в общем-то, что-либо указывать не нужно. Так, ну и тип аналитики оставим подразделение, я думаю, это нормально. Записать и закрыть. Так, вид расходов по основной деятельности. Ну, не знаю, давайте поставим прочие расходы. Сейчас нас это не особо волнует. Так, по настройкам есть вопросы? Ну да, можете его, конечно, использовать. Так даже правильнее. Давайте посмотрю. Тогда в конце на все вопросы отвечу. Закончу сейчас по статейнами и тогда по вопросам пробегусь. Значит, ну дальше уже по накатанной. Я думаю, что вы понимаете, что я сейчас буду делать. Значит, я сейчас... приобрету вот эту вот электроэнергию. Ну, тут все то же самое. Значит, электроэнергию. Вот здесь, значит, давайте я вот так вот сделаю. Много, наверное. Вот так вот. Вот. То есть количество здесь тоже можно указать, но количество здесь это условность. То есть количество мы только в расчетных целях применяем. Ну, здесь, наверное, СНДС мы делаем. Вот так вот. Так, и указываем. Электроэнергия. Электроэнергия в производство. И указываем цех 99. Так, нет, не то. Вот это. Цех 99. Вот. И вот тут тоже лучше, чтобы он стоял. Провести и закрыть. Ну, и давайте попробуем распределить. Да, но прежде чем мы запустим распределение, я запущу, еще один момент хочу показать. Значит, у нас в производстве существует, помимо рабочего места распределения материалов и работ, есть еще распределение расходов. Значит, давайте я немножечко вот тут вот подфильтрую. Значит, вот смотрите, здесь у нас есть возможность проконтролировать по статейной расходы, посмотреть, что именно надо распределить и, возможно, вмешаться в процесс распределения. В принципе, при закрытии периодов везде, где можно. Программа сама все позакрывает, все документы создаст. Но если возникают какие-то ошибки или если где-то у вас ручное распределение предполагается, ну вот, соответственно, в этом рабочем месте порядок можно навести. Специально хочу обратить ваше внимание на то, что появляются здесь какие-то записи только после того, как вы расход на соответствующую статью зафиксируете. Так, ну давайте закрою месяц. Спасибо. 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 Ну, я пока посмотрю. О чем вы спрашиваете? Так, вопросы, 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 вопросы. Так, на каждой производственной линии РЦ стоит счетчик электроэнергии. Каждую смену с меня занимаются показания. Как учесть расход электроэнергии в документах производства? Ну, во-первых, вы можете приобретение учитывать. Можно добавить материалы. Но вы поймите, что в этом случае у вас электроэнергия станет товаром. Станет ТМЦ. В принципе, в принципе, вот у меня была такая проблема. Я так делал. То есть у меня электроэнергия была ТМЦ, которая там закупалась на особый склад электроэнергии и потом расходовалась. Но это решение возможно, но оно не очень, скажем так, желательно. Почему? Потому что вам придется в этом случае создать какой-то запас на складе электроэнергии, потом этот запас списывать. Ну, как бы коряво немножечко. Это чревато определенными сложностями при отражении документов в бухучете. Распределение в конце месяца не подходит. Ну, распределять-то вы каждый день можете. Кто вам мешает. Как в таком случае вносить фактическое потребление электроэнергии за смену? Ну, вот вариант включить в ресурсную спецификацию я уже вам сказал. Можете отразить закупку по счетчику, отражать закупку по счетчику, каждый день ее распределять. Как бы вполне разумно. Так, вот это время переработать. Электроэнергия на всю выпущенную продукцию, но в этапе производства отдаем переработчику весь этап. На себестоимость этого этапа ляжет общее распределение. Да, отбор можно сделать. Давайте сейчас подумаем, как лучше это сделать. Почему нет базы распределения того же электричества станков пропорционально длительности? Есть ли костыли, чтобы как-то эмулировать? Это важно для планирования себестоимости, длительности этапа производства. Да, Владимир, этого нет. Значит, в костылях я, честно говоря, такого не видел. Костыли в производственном процессе, они больше связаны с планированием, нежели чем с расчетом себестоимости. Сорее всего, здесь потребуется какая-то доработка. Вот. Я понимаю вопрос. Скажем, я тоже напарывался. Но, увы. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас с себестоимостью. Ну, вот у нас вот это вот появилось. Так, ну, у нас времени осталось относительно немного. Я хочу вам показать еще один момент, достаточно важный. Он, это не 06257, появилось это достаточно давно, но, к сожалению, работает не вполне корректно. Значит, это вопрос, связанный с выпуском по плановой себестоимости. Я сейчас покажу вам, что я имею в виду. Значит, в организации, я даже специально организацию для этого создал, да, Сириус, вы можете в учетной политике установить, что выпуск продукции у нас проходит по плановой стоимости. Значит, в принципе, вот эта вот настройка, она подразумевает, что у вас будут формироваться проводки через сороковой счет с последующей корректировкой по факту. на самом деле происходит немножечко другое. Я смоделировал вот эту вот ситуацию. Давайте покажу вам. Значит, у меня тоже производилась вот эта вот полка. Значит, вот он, шестой заказ на производство. Давайте я вам покажу. Сириус, тоже цех 99, полка деревянная, производилась она по версии второй. Немножко другое я взял, получается склад Сириус. Что у меня вышло в итоге? Значит, я совершенно нормально открутил вот этот вот этап. Осуществил выпуск, передал этот выпуск на склад Сириус. Вообще, 1С, она декларирует следующее, что если выпуск происходит на кладовую, то все проводки должны быть связаны с документом производства. Если выпуск происходит на склад сторонний, ну, тогда это должно быть связано с документом передачи. Ну, это, в принципе, логично. Значит, я сейчас открою связанные документы. Вот у меня передача продукции из производства. Давайте я сейчас ее помечу на удаление и создам новую передачу, чтобы она не была отражена в регламентированном учете. Значит, обратите внимание, когда вы осуществляете выпуск по плановой цене, у вас появляется возможность указать для изделия по рассчитываемой стоимости плановую цену, то есть та цена, по которой она должна выпуститься. Ее можно заполнить по виду цен, цену плановую вы можете здесь указать. Соответственно, когда мы смотрим вот здесь передачу продукции, мы здесь тоже видим плановую цену. Здесь она в валюте, поэтому немножечко она другая. значит, если мы посмотрим бухгалтерские проводки, что мы увидим? Пока проводок нету, я сейчас вручную отражу документ в регламентированном учете. Происходит передача с 20 на 43 и происходит передача именно по плановой цене. То есть вот здесь как бы все логично происходит. Хотя вот тут уже не совсем правильно, потому что передача должна быть 40-го счета. это бокс. Значит, что произойдет дальше? Как только я попытаюсь закрыть период, я проверяю. Значит, что у нас произойдет теперь? Давайте посмотрим. По закрытии периода программа просто меняет плановое себестоимость, фактически. Все вот те заявленные проводки связаны с роковым счетом в программе не отражаются. Вот, то есть работает плановое пока только вот таким образом. Возможно, значит, здесь требуются какие-то дополнительные настройки, связанные с регламентированным учетом, но вообще официальные инструкции 1С таких изменений не предполагали. Вот, значит, по их разъяснениям достаточно переключения, которое осуществлено в настройках учетной политики. Вот, поэтому работает пока только так. так, ну вот, наверное, время у нас к концу подходит. Давайте посмотрим вопрос, какие у вас еще остались. Ну, вопросов, я смотрю, больше никаких нету. Значит, тогда давайте на этом мы с вами завершимся. Я напоминаю, что есть еще один момент, связанный с трудозатратами. Напоминаю вам, что по этому поводу у нас будет отдельный вебинар, в котором я расскажу о всех настройках, которые необходимо сделать. Там три документа надо провести для того, чтобы у нас себестоимость упала стоимость трудозатрат. Сергей, остался неотвеченным ваш вопрос. Не готов сейчас ответить. Надо подумать, каким образом сделать это распределение. Не готов, надо подумать. спешите со мной. Если у меня будет какая-то идея, я вам безусловно отвечу. Все. Спасибо вам. Приходите еще.